я категорически всех приветствую на канале проеке за кадровый голос дмитрий теперь меня будет всегда слышно но не видно ну что дима уже поздоровался теперь моя очередь друзья привет сегодня мы с вами снова в нижнем новгороди в четверг в отделе хранения и по просьбам наших дорогих любимых подписчиков мы снимаем для вас все галошницы сразу хочу ответить на вопрос который самый популярный был в этот раз в инстаграме в директе почему я все время с рюкзаком знаете почему там спрятан микрофон вот и все чтобы он не ломался да потому что один я умудрилась сломать когда мы его вешали вот сюда на штаны так это лирика пойдет смотреть хочу начнем или с бюджета пойдем в бюджет давай пойдем бюджет и так если вы увидели вот такой желтый ценник в икее ниже товары дешевле товар уже просто нибудь это самый низкий ценник все можете больше не искать галошницы бисса представлены в двух цветах и двух размерах маленькую умещается согласно икеевскому расчету обуви 8 пар в большую 12 пойдем покажем что внутри галошницы за 1700 кстати она подешевела прилично буквально полгода назад она оставила 2 500 то есть сейчас за нее прям я считаю очень хороший ценник два вот таких ящика кстати вполне такого относительно плавного хода значит здесь у нас мужские тапки 43 размера и два одиноких детских сапога 32 и 27 размера дим надо показать внутренности основной крепеж вот такой пластиковый чопик здесь пластмасса bs причем она использована и в более бюджетных вариантах и в более дорогих ребята она хрупкая очень аккуратно не перегружаем потому что если вот эту часть вот мы то спидать по весу перегружаем галошницы держится все на этой части крепеж ломается все но на если в рамках гарантии иногда можно обратиться ну по гарантийному случае тут жена усмотрение икеи либо можно обратиться в библиотечку запасных частей просто купить эти части все зависит от вашего города не факт что будет так перегородка просили показ показать съемные или перегородки ну вот чтобы легко и рукой вот судя по всему по конструктиву съем надо двумя руками и по краям двумя руками по краям и лево-право 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 положение она меняет здесь три раз два три положения вот глубин дырочка это как раз положение вот это разделительной полочки и соответственно чтобы она не бегала до сюда ее зафиксировали на шурупик что она у нас себя представляет два одинаковых ящика попробуем вот сюда переложить мужские ботинки по глубине то же самое и расскажу что по составу ну первый плюс у галошницы это цена дешевле ну сложно найти галошницу более-менее нормального эстетического вида высокие сапоги например какие на мне сейчас сюда не положить даже вот средней высоты сапоги сюда только мяч голенище это уже хуже высота у нее 43 сантиметра ширина 49 глубина 28 это не самые узкие галошницы в икеи значит у нас дсп и покрыта ламинатом ламиновой пленкой боковая боковинка ящика полистирол кстати ссори обманула нет пластмасса бы из основной части боковинка ящика полистирол про какую боковинку они имели ввиду здесь дсп покрытой пленкой секунд здесь а бс здесь а бс прям заявлено бс я понял боковинка ящика в общем для нас то осталось загадкой пишите комментарии где-то боковинку где это боковинка задняя часть хотя может быть полистирол нет покрытие что такое полистирол маке google в общем первый раз для нас осталось загадкой дима пошел смотреть кстати задней стенке ни одной галошницы нет это частый вопрос ребят но не может быть у галошницы задней стенки поэтому ставится она к стене и обязательно крепится маленькую конечно можете не крепить маленькую можно не крепить при условии ровного пола вот поэтому лучше закрепить и не заморачиваться по поводу оттирания грязи идем покажем то есть вот она стоит вокруг нее все ходят тут вот это карандашом порисовал прямо даже палец по слюням любну карандаш оттирается десны что покрытие у меня не кипельно-белой как кажется на картинке если например сравнивать с тем же столиком лак стеллажом коллакс на то есть бюджетами какими-то вещами киевскими нет она прям в серую сторону уходит не кипельно-белая и у нее даже дим не знает цвет передачи получится можешь показать она вот та же сама по себе какого-то зернистого покрытия ну за счет этого нет ощущений кипельности белого цвета так вот так у тебя запылены да как-то неравномерный цвет так то же самое черно-коричневая рассчитана 12 пар точно такие же ящики точно такие же параметры по материалу все то же самое единственное что высота 138 сантиметров но у черно-коричневый пойдем покажем фактуру уже фактура под дерево при этом всем пальцы на ней видны вот прям вот видно 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 даже на столе лимона на столике лак таких отпечатков не остается не могу сказать почему ну почему покрытие такое то есть вот ее прям видно будет если особенно будет стоять где-то куда падает дневной свет даже вот нас на обычном свете от ламп и существует какой-либо полироль для мебели который отталкивает это существует но это опять химия лишняя в доме зачем она нужна зачем изначально брать галошницу на которой будут следы и пятна оставаться проще выбрать так который будет устраивать по всем по своим параметрам вот и все а если в интернер не вписывается в интернер если не вписывается начни с него так ну мы не по бюджету уже идем дальше самая узкая в икее галошницы галошница стел она представлена в различных вариантах сейчас мы сначала покажем вот такую на 8 ящика на 4 ящика на 8 пар обуви размеры 96 на 90 глубина всего 17 сантиметров кстати очень легкая 19 килограмм так верхняя боковая фронтальная часть dsp пластмасса bs акриловая краска пленка ножки массив березы акриловая краска вставка полипропилен вмещает 8 пар обуви теперь заглядываем вовнутрь с помощью димы значит здесь у нас уже такая вот перегородочка не перегородочка это все-таки задняя часть до более гибкая соответственно вероятность излома уже меньше так как галошницы узкой нет никакой перегородки то есть это хранение балетки туфли причем туфли ну вот смотрите здесь сколько сантиметров 5 то есть еще буквально пару пальцев все шпильки хранить не получится выигрывает именно такой вот малостью размеров раз два три ну конечно восемь пар с учетом детской обуви ну напихать можно но чтобы она была комфортная спорно ну маленький размер тут единственный плюс для меня в этой галошницы по материалу уже то ли здесь свет так падает хотя нет вот например чуть-чуть все-таки вот какой он есть кипель и белый больше она не лучше оттенок даже смотри вот по стенке не знаю камера сможет передать видно видно цвет передачи здесь белее темнее вот вот попал да но более в молочный оттенок идет более теплую сторону в отличие от стены по нюансам эксплуатации идем сразу покажем такие моменты тоже могут быть очень жду от вас то есть вот при неаккуратном обращении где-то что-то ударили начинаются такие отслойки как на ногтях у девочек и дальше идет все это расслаивается это имейте ввиду тоже гарантия на нее два года интересно ребят вообще ваше мнение как у вас эксплуатируется галошницы сейчас мы дойдем до той которая есть у нас у меня нареканий нет плюсы минусы может быть мы добиться докопались а с нее все хорошо оттирается просто влажной тряпочкой без какой-либо химии так устала есть смысл во внутрь куда-то а мы сейчас дойдем до большой крепежи у них одинаковые на большой удобнее показать просто маленького не увидите перемещаемся дальше у нас дома вот такие тронос пластиковым штук 8 разве 9 9 3 набора 1 2 3 4 5 6 до 3 набора мы покупали раньше они были по три штуки это у нас у родителей висит в доме дом покупали готовы уже поэтому постался такой проститок в коридоре очень удобно повесили зеркало и сделали такую букву в купе перевернутые то есть мама складывается перевернутые буквы поеда как буквы ш только без палочки без одной чем выигрывает именно тронос ну напихать не можем все что угодно и и берут откуда только не берут на кухню каран на рабочую зону ставят тем более честно продать вообще по две штуки и вообще по одной если честно продавала вот просто как ящички для хранения на кухню для круг беру для каких-то запасов вот тоже использует даже знаю что клиенты делают ящики маленькую перфорацию здесь вот делают перфорацию чтобы дышала и хранят овощи на зиму в квартире то есть место не занимает вполне статично смотрится давай раз уж я достала ящика его покажем цельной кусок пластика можно мыть это единственная галошница которую может очень не заморачиваться в уходе если вы не хотите замывать начищать и сушить обувь и вы простите порученок то тогда вы используете эту галошницу потому что все остальные что мы показали что покажем дальше требует сухой чистый хорошо вымытый просушенный обуви иначе противном случае ваши галошницы привет каюк а вот здесь нареканий нет по уходу цвета только черный белый раньше было помню желтые кажется что-то синие гул береза яркая голубая была да и желтая была недолго базовые цвета сейчас черные и белые продаются по две штуки увидели да то есть легко достала прямо с этим ящиком пошли обувь помыли от себя добавлю очень мягкий пластик и цена дорогая ждите распродажи скидки я бы за такую цену например но смотри 2 500 1251 я считаю нормально нет не сошлись ждите распродажи рекомендую они распродают не бывает на них скину было 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 когда трешки были когда выводили трешки из ассортимента на двушке еще ни разу не было распродажа ну такой мягкий пластик 2 500 ну извините меня ну что это за бред хорошо у родителей это то голова сейчас опять нам скажут что мы спорим не хотят смотреть наши споры мы конструктивно ребят у родителей галошница 15 4 года мама нагружает всякой фигней вот всем подряд все же что есть в доме кроме обуви лежит вы делал уж до обувь там не хранится в лежит у них рядом вот в галошницах лежите что угодно пока ничего не сломалось поэтому опять же давайте конструктивно жду ваших комментариев как у вас платят я с мужской точки окей вот поэтому у тебя теперь есть микрофон и мы можем делиться продолжаем разговор мне сказали больше ящики не доставать димы поправлять не будет поэтому внутренность я вам не покажу смотреть будем так ребят это галошница черная ребят это галошница коричневая а это под морилку где пошли дальше нет шишки не угадали так галошница стел мы с вами смотрели маленькую белую черная есть тоже маленькая вот она наверху представлена вместо нас нижнем мало поэтому распихана не везде есть точно такая же большая высота 148 такая большая добротная галошница ширина уже 79 но фактически это кому-то громадный получается под 18 пар обуви покрыто ясеневым шпоном друзья мои ножки даже из массива ясеня в общем белая стоит столько же сколько черная но на покраску на краска если вы хотите шпанированную то берете черную идем потом потом поделись не буду ящик ставать вот ты что такое код желтый код желтый на сейчас выгонят все все соберутся и нас выгонят ручка удобно ничего не торчит то есть вы не задеваете и никто ничего сюда не вешает дальше по внутренним то что мы не показали на маленькой дим как-то надо подлезть я шкаф больше подлезть сможешь то есть это вот этот пластиковый чопик пенечек на котором все висит можно я сниму ну пожалуй не дается люди поняли в комментариях уже написали да круто а так перегородка тоже у нас из полистирола как дима говорит она жибла и гнется но при этом она не будет так быстро ломаться как abs имеет почитали отзывы собрали клиентов и некоторых иногда ломается но почему я предполагаю просто вот эта часть перегружается да то есть все-таки учитывайте что на само основание вот на лицевую часть кладем мы в потяжелее сюда обувь крыла кладем полегче эти моменты тоже обязательно учитывайте так и вот вторая часть крепежа дим такую ключу вот тут хочу показать вот так вот он пластиковых вот короче ребят серва все ходы все пластиковые поэтому аккуратней чтобы не остаться без галочницы потому что очень обидно если вам откажут по гарантии так момент эксплуатации вот я синевый шпон давай покажем то ли это задели то ли ты неаккуратно собирали ну вот такие вот царапки и они прямо очень заметны на черно-коричневой фактуре следы конечно на ней видны не так кстати все отсчет ширины сюда можно положить длинные сапоги во все остальные галочницы этого вы не сможете сделать но кроме хэмнаса большого принципе вроде как по не все все сказал от себя добавлю никакой женского обуви на кубуков вот сюда если получится вот что-то примерно из царапается ну да вот наверное вот это и рассчитана вот эта часть мужская вниз мужская вниз потяжелее женская полегче наверх а если уже 36 уже на 43 не кстати тут хоть 50 до длина позволяет любую обувь то есть любые лыжи сюда запекла скоро мы покажем галошницу где обувь сорок четвертого размера мы позже не умещается так дальше брусали сейчас на только в таком цвете но все знают что линейку брусали в россии уже ли дальше некуда под 18 пар три ящика здесь 18 и здесь 18 очень интересно каким образом можно 18 пар положить такие разные по размеру ящики диски наверно тапками детскими считали давайте смотреть а значит основная часть дсп на пленка пластмасса bs фронтальная панель dvp dsp пленка боковая часть ящика полистирол может быть все таки полистирол вот это это bs обоис это край который ты держишь вот это боюсь это твердый пластик короче такой полистирол стоит загадкой пойдем внутрь смотреть здесь уже крепежи все наружи если например вот эта часть вот это полистирол может нет ну знаешь так интересно написано сейчас боковая часть ящика не крепеж боковая часть ящика я понял боковая это вот она да это bs ступоре давай крепежи показывать так кстати вот если в предыдущий стел не регулируется вставочка здесь тоже есть регулировка 123 положения тут что же она фиксируется как у бюджетный бис разницы никакой нет здесь уже соответственно никаких прогибов но ограничение по шпилькам ограничение по вообще как бы да допустим сюда два средних сапога только можно положить и все и соответственно три порога галошинца у вас полная дим давай вот это крепеж еще покажем то есть когда вот верхний выйдет из строя да можно заменить сморезом каким-нибудь а вот когда нижний выйдет из строя другим саморезом другим саморезом он круглый короче нужен муж суками дима в аренду не дам и кстати хлопает она прям а за счет то что центр тяжести еще да расскажи про это эффект а да здесь же больше деревянных элементов и вот когда наоборот ее достаешь она идет более так ну комфортно плавнее а когда закрываешь она шлепает прям прилично у стел наоборот громче открывается и плавнее закрывается но тут за счет материала используемые за счет внутреннего наполнения то есть это потяжелее это полегче нилан все помнят раньше была такая линейка лексвик остались только детские кровати это вот в один в один такая галошница здесь у нас металлические ручки под старину тоже кстати на 18 пар все на 18 неважно какая ширина 18 здесь магнит где-то прям под микрофоном хочу сразу показать как магнит работает он не работает никак он не работает и он громко открывается крепежи здесь вообще все просто если что-то ломается здесь даже и муж особо не треба только единственное вот опять круговой да вот этот крепеж точно так будет вот так-то ничего в принципе не будет если только ты сам мудрец его изломать глубина тоже регулируется здесь полностью массив массив сосны клееный прозрачный акриловый лак все ну и соответственно пластмасса ручки из цинка но его кушать не надо это не тот сын который можно кушать цвет только такой а так ну принципе так как галошина сейчас на самом деле стало мало у нас осталось только хэмнос хэмнос представлена в виде вот таких больших бандур и маленькой причем у нас даже сейчас уже цвета перестали все выкладывать по причине отсутствия места значит на 4 ящика а я не сказала про глубину предыдущих галошниц я какашка ссори 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 тронус глубина 18 стел большая глубина 29 брусали глубина 30 хотя стоят на одном уровне остыл кажется глубже да линейки нет под руками если нет что нам стоит дом построить нарисуем будем жить берем и киевский сантиметр нолик загибаем загибаем ну лик до 30 за счет выступа фактическая полезная глубина не 30 фактическая глубина 25 там видно посмотрите в комментариях видно 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 если стел то вот она как есть 28 прямо одну 29 чистых а это за счет декора съедается нет не видно в общем 29 так ниланд по глубине 24 мы теперь все проверяем отберите линейку 23 с половиной вот где-то и 2424 вон везде висит в воздухе вот что они по словам 24 имели ввиду даже так 24 не получается а глубина ящика полезно не учитывается да все там задней стенки это вторично это вторично окей хэм нас маленькая белая стоит 8 большая стоит 9 в чем разница белая помним да не белая морилка просто белый храм нас это друзья мои дсп но при этом эксплуатируется даже порой лучше чем массив сосны менее мягкие и более устойчивый к истираниям красивые хам носовские ручки это единственное что мне сейчас нравится в хэм носим очень такой жесткий ход и громкий короче уйти тихонько из дома либо прийти не получится услышат это не ложи уходи в тапочках уходи в тапочках топ-топ-топ и пошел заявлено под 8 пар ну да принципе по две пары но опять же у женой до разница а вот стил особо нет только ну да визуально все функционал одинаковый по поводу эксплуатации хэм нос мне кажется мы все рассказывали в комоду ну хотя повторить то что вот часто путают что если одна и та же серия значит все должно быть одинаковые нет друзья мои увы это не так о икея повесила не свой зонтик и самая последняя большая галошинца хэм нос она представлена тоже в двух цветах черная и белая сейчас скажу сколько стоит белая белая стоит 9 черная стоит 11 конечно мне удобная фишка это выдвижной верхний ящик то есть а вот эта вот мелочь да даже элементарно ключи расчески какие-то что-то для чистки обуви все складывается в одном месте ящик маленький но я считаю что сюда у месяца очень много красиво она смотрится когда сочетают всю линейку но и при этом дим покажи пожалуйста вот такой вот пилинг живет у нас дома то есть сочетание хэм носа спиннингом и даже с новыми полками берксхуд вполне интересно получилось то есть смотрится все вместе гармонично единственное не забываем черная мебель это пылесборник меня не обратно не убедить уже никогда у нас черный стал и киевский в офисе протираю каждый все равно грязные так по эксплуатации массива пойдем показывать массив он и в африке массив не надо мне говорить потом что я порчу но друзья мои у вас должно быть понимание вот я провела ногти остался след только еще раздавать чтобы нас окончательно в комментариях съем не вижу давай дим видно все вот царапинка вот это на массиве поэтому я исходя например из собственных детей понимаю что у нас издерут прям быстро так и ну главное не показывать только только узнает мелкая на сразу издерет давайте смотреть по глубине значит уместится сюда конечно уже много вот смотрите вариант когда полка нагружена когда у меня туфлями женский три пары женских туфель и одни мужские ботинки мужские ботинки у нас сорок четвертого размера умещаются они сюда хорошо о чем мы с димой говорили царапается дима покажи пожалуйста опять же женские шпильки если ставить а вниз толкать кожаные мужские ботинки от ботинок не останется ничего потому что шпильки издерут ботинки то есть вот вот это истирание за счет каблучков внутренность такая же как устал вот все то же самое тот же пластик и те же те виды крепежа из плюсов можно положить высокие сапоги но при этом не регулируется боковая стенка то есть вот как она есть не боковая перегородка как она есть вы ее не убавить и не прибавите так по галочницам все но есть еще одиннадцать тысяч изменил бы стеночку ну да может хотя бы вот это дсп что планку поставить можно было бы крутой да тут они дешевит шкаф они так и называются для меня не честно очень спорный вот большая макэпр 102 сантиметра высотой 80 шириной из дсп акриловая краска бумага ну в общем как обычно стандартное киевское покрытие 7000 маленькая 6 давайте смотреть что внутри здесь две раздвижных дверцы мы почему-то не поняли зачем вот этот усилитель функционал он не несет и вот теперь смотрите о чем мы говорили полка регулируется только на один чопик все это не везде да на один чопик просверлить здесь один-два-три фактически четыре полки вместе с дном вот стоят мужские туфли классического 44 размера так это тем более ашановский то есть скорее всего маломеря даже 43 то есть получается обувь хранится вот так не может то есть так можно поставить либо детской либо небольшие женские из плюсов сюда например можно убрать вот эту полку если много женских сапог высоких сюда бы поставить рейлинг есть за что зацепить и видели многие до сапоги женские прямо на прищепках вешаются чтобы не портились голеничные это когда много такой обуви а вверх например там для детской обуви ну уже место уже нет не у серьезно я что-то даже это в шоке немножко неужели вот что-то сюда такую супер тяжелую можно жить что посередине потому что здесь прям вот она железная полая палочка ребят мы не поняли честно мне не стыдно в этом признаться что мы не знаем расскажите если вот кто пользуется именно этой потому что у нас например в практике ее не было дима ни разу и не собирал нас не ни разу не заказывали то есть мы ее просто разбираем исходя из опыта и конструкции вот для чего вот эта средняя палка с технической точки зрения даже соблюдаю ширину она ни к чему это ничто не сломается ничто не прогнется ниже может тут себе за нее ничего не конец она просто середине стоит в общем мне интересно просто какой функционал дизайнерский ход и может быть туда нужно же оправдывать ценник 7000 так и макерп маленькая здесь просто перегородка были за эти деньги можно тумбарь беста взять только дверцы нужны раздвижные дают но больше бы может были дюшину дорого 6000 для эти деньги пол пакса купишь так что у нас тут полка dsp боковая панель пластмасса bs бумага акриловая краска разделитель dsp пластмасса пленка дима примерно уровень беста по покрытию и по составу глубина значит о этой глубина 35 здесь глубина тоже 35 единственное вот если функции не брать расчет ценник по функциональности когда например нужен определенный размер да и нужно много обуви сложить просто на хранение упихать за эти деньги можно бест и шкафчик сте два стеллажа маленьких один маленький стеллаж взять восьмидесятку и две дверки повесить то же самое будет при этом полки можно регулировать как хочешь в общем я вот как-то не зашла не мое что проголошницы мы вам рассказали как вам такой формат что диму спокойно хорошо вам слышно но скажу мне очень тяжело следить за звуком за картинкой еще и говорить еще говорить то есть я пока это наверно долго буду к этому привыкать привыкнешь потихоньку хотите тайну открою почему дима в кадр не идет он говорит что нереально мне дать камеру потому что я его могу во первых грохнуть куда-нибудь ну и да то есть тут у вас тяжелая голова закружится от того что камера будет постоянно менять фигуратора я буду свинять туда сюда не погоди в общем вот так поэтому в нашей команде съемки пока так дима пишущая голова я говорящая голова друзья мои какие бы вы хотели еще обзоры увидеть по икеи ближайшее время мы выпустим вам мы поедем когда как раз мы выпустим этот обзор мы уже будем собираться в казань мы едем туда на обучение нашу вторую деятельность все наверное уже видели на канал заходите там много интересного на втором мы его переименовали теперь называется вас прозор может быть еще переименуем не решили пока вот мы едем на обучение по сайбериан велнес и заодно выделять специально сутки для казани для съемок в икеи казань показать вам интерьеру потому что мы сами не ожидали такого шквала которые вы в разделе сюжет нам написали 219 по моему комментариев или лайков здесь это помощь много очень комментариев кстати больше всего комментариев именно этого сюжета из всех что есть с просьбой показать казань поэтому ребят мы но извини если погода будет хорошим нет мы икеи покажем нет люди просили немножко показать достопримечательности ну как получится как погода ноябрь месяц не угадаешь не лето если будет плохая погода извините мне жалко камеру значит просто из окна помашем из окна икеи ну все будем прощаться а когда уже выйдет уже вас 3 воскресный стрим пройдет в среду в среду обзор вы это стрим воскресенье так все опять скажу что мы не поделали лякаем время отнимаем все всех люблю и пока